Во всех развитых странах из года в год растет процент лиц пожилого и старческого возраста. В настоящее время их доля колеблется от 10 до 15% от всей популяции. По прогнозам исследователей, наиболее быстро будет наблюдаться рост старых людей в возрасте от 80 лет. К 50-му году 22% населения Земли будет пенсионерами, а в странах мира на каждого работающего гражданина будет приходиться по пенсионеру. Старение населения происходит во всем мире, как в развитых странах, так и в развивающихся странах. Группа пожилых людей создает дополнительные трудности для служб здравоохранения и служб социального обеспечения. Нами был проведен клиник-эпидемиологический анализ социально-бытового уровня, общего состояния организма и офтальмопатологии, влияющие на зрительные функции у лиц старше 85 лет. В исследовании оценивалось 683 критерия. На первом этапе мы проводили анкетирование. Анкета содержала вопросы об условиях быта, вопросы касательно общего состояния организма, состояния органа зрения. Также проводилось обследование, включающее оценку общесоматических параметров, параметров офтальмологического обследования и лабораторные параметры. Всего нами было обследовано 1552 человека старше 85 лет. Из них 83% составили городские жители и 17% сельские жители, четверть составили мужчины и три четверти женщины. В ходе анкетирования было выявлено, что довольно большое количество лиц старше 85 лет живут одни. Часть из них периодически посещают дети, родственники, часть находятся одни постоянно. Одиночество сказывается не только на условиях быта, но и на общесоматическом состоянии, состоянии органа зрения. Таких пациентов при необходимости некому отвезти к врачу, если они не в состоянии это сами сделать. Они могут забывать вовремя принимать те или иные препараты, забывают или не могут сами себе закапать капли. Около 64% пожилых людей живут с детьми, супругами или родственниками. Основной массе лиц 85 лет и старше в повседневной деятельности в той или иной мере необходима посторонняя помощь. Около 20% пожилых способны полностью сами себя обслуживать. И 17% вовсе не способны к самообслуживанию. Половине исследуемых для передвижения необходимы различные приспособления, например, трость, опорные ходунки или инвалидное кресло. Значительное количество человек способны самостоятельно себя обслуживать и передвигаться без помощи приспособлений. И небольшая группа лиц вовсе не способны к передвижению лежачие пациенты. Общая соматическая патология была отмечена у 100% обследованных. Довольно большой процент лиц старше 85% страдают с речно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями церебральных сосудов. На третьем месте сахарный диабет, далее онкология и хроническая обструктивная болезнь легких. При опросе касательно того, какому врачу пожилые люди обращали в течение последнего года, на третьем месте находится офтальмолог, что свидетельствует о том, что проблема пожилых актуальна для нашей специальности. И, конечно же, наиболее часто пожилые люди обращаются к терапевту и кардиологу. В результате обследования выявлено, что та или иная офтальмопатология отмечена у 100% обследованных, однако знают о наличии у себя офтальмопатологии только 60%. За последние 5 лет заметили у себя снижение зрения около 80% пожилых людей, однако были у офтальмологов всего лишь 67%, то есть более 10% лиц старше 85%, несмотря на то, что заметили у себя снижение зрения, к офтальмологу не обращались. Основной предъявляемой жалобой явилось снижение зрения, на втором месте плавающие мушки, далее слизистые выделения, покраснение, сухость глаз и другие жалобы. Основной причиной потери зрения у лиц старше 85 лет явилась катаракта, второе место заняла возрастная макулярная дегенерация, далее глаукома, другие заболевания глаз, такие как воспалительные заболевания, рубцы и помутнение роговицы, дистрофические заболевания роговицы, последствия травмы глазного яблока и так далее. Далее патология дискозрительного нерва и диабетическая ангиоретинопатия. Катаракты являются главной причиной обратимой потери зрения у лиц старше 85 лет. Более половины обследованных нуждаются в хирургическом лечении по поводу катаракты. Часть из них не знает о наличии катаракты и необходимости проведения хирургии. Часть имеет противопоказания со стороны других органов и систем, являются лежачими и больными. Были те, кто знает о наличии у себя катаракты, но боится оперироваться в таком возрасте. 41% лиц старше 85 лет в том или ином возрасте уже была проведена операция по поводу катаракты и не была проведена операция и не нужна в настоящее время около 8%. У таких пациентов наблюдался факосклероз, начальное поведение хрусталика или в редких случаях хрусталик вовсе был прозрачный. Второй причиной снижения зрения в целом и главной причиной необратимой потери зрения у лиц старше 85 лет является возрастная макулярная дегенерация, которая также отмечена более чем у половины обследованных. Этот процент не равен общему проценту лиц с ВМД, так как необходимо учитывать большую вероятность случаев недиагностированной ВМД из-за невозможности проведения офтальмоскопии, ОСИТИ в связи с наличием катаракты. Сухая форма, как известно, встречается чаще влажной. Повышенное внутриглазное давление отмечено у 37% обследованных, из них 86% не оперированы по поводу глаукомы и не применяют гипотензивную терапию. Прооперировано по поводу глаукомы около 13% пациентов. Известно, что со временем тробеклоэктомическое и эритомическое отверстие зарастает, переножи также перестают работать. Этим обусловлено применение гипотензивных капель, большей частью прооперированных по поводу глаукомы пожилых пациентов. И лишь у небольшой части больных, вернее, пациентов с высоким внутриглазным давлением после операции остается ВГТ в пределах нормы, без капель. Заключение. Та или иная офтальмпатология отмечается у 100% лиц старше 85 лет. Главная причина потери зрения – обратимая катаракта, необратимая ВМД. Несмотря на то, что хирургия катаракта является одним из распространенных вмешательств в офтальмхирургии, более половины пожилых людей нуждаются в замене хрусталика. Категория пациентов старше 85 лет представляет собой одну из одной боли незащищенной группы населения республики, что связано с их возрастной немощью, нередко социальным одиночеством, маломобильностью и, соответственно, затруднениями в получении медицинской помощи в условиях лечебно-перафилактического учреждения и недостаточным диспансерным наблюдением. Спасибо за внимание.